Мотороллер У меня есть мечта – исколесить Италию на двух колесах. И так выходит, что эта мечта существится этой зимой. Да и в общем, Италия – отличное место для посещения. По возвращению же я планирую создать документальный фильм о своем пути, а после, объединившись с друзьями, хотелось бы написать книгу. Сегодня, как и обещали в прошлый раз, мы возвращаемся к вам с новостями о римских каникулах Михаила. Сегодня наш путешественник находится в Риме, любезно предоставив нам эксклюзивные кадры со своего маршрута из Италии в Молдову. Здравствуйте, друзья! Сегодня я нахожусь на Лага-Дегарда. Попал я сюда на неделю позже запланированного, из-за нескончаемых дождей, заставивших меня переждать Милане. Находится это место на расстоянии около 100 километров от Милана. И, оказавшись здесь, понимаешь, что каждый пройденный километр стоит того. Красота тут неописуемая. Любитель путешествий на двухколесном транспорте поделился в переписке, что действовать по плану у него не получилось. Чтобы начать свое путешествие из Милана, у него ушло две недели на покупку мотороллера и две недели на подготовку всех необходимых документов. Однако помогла Михаилу во всем этом наша соотечественница, проживающая в Италии, которой он попросил выразить отдельное спасибо. Спасительницу путешественника зовут Татьяна Булгару. Однако, несмотря на все трудности, Михаил не растерялся и наслаждается дорогой по полной. Мотоциклист Мотоциклист уже проехал такие живописные места, как Лагу де Гарда, Лагу де Комо и Болонию. От этих названий от чего-то разыгрывается аппетит, то ли к путешествиям, то ли к пицце. Рим Михаил планирует изучать на протяжении трех дней. Также путешественник делится, что на пути ему постоянно встречается огромное количество людей, готовых ему помочь. Вдвойне приятно осознавать, что практически все они наши земляки. Кто-то предоставил жилье, кто-то, как Татьяна, помог с оформлением необходимых бумаг. А в итоге получилось путешествие мечты во всех смыслах этого слова. Итак, едя навстречу к своим целям, заканчивает 2016 Михаил. А как заканчиваете этот год вы?